Андрей Андреевич, а скажите, влияет ли на человека, как зависть влияет на того, кто завидует и на того, кому завидует? Если завидует, то это происходит в виде блока, в виде сосудистого спазма у человека, который завидует. Это кармическое проклятие несостоятельности. Убрать можно словами, скоро у меня это будет, поэтому если у вас души джаба, как в народе говорят, необходимо сказать, скоро у меня это будет. Если так не сделать, то это блокирует поступление точно такого же в вашу жизнь и будут неприятности. На того человека, которому завидует, может повлиять и разрушить то, что есть, но только при условии, если человек боится это потерять. И наоборот, если человеку завидует, но он рад своей семьей, рад тем, что он имеет, радостный человек, то у него будет это только приумножаться во многу раз. Если человек безразличен к тому, что может зло какое-нибудь произойти, то есть верит в счастье, что будет все хорошо, вообще вот это позитивное внутреннее намерение быть счастливым человеком и верить в счастье, оно является одним из самых сильных энергетических защитных механизмов. Я очень рекомендую его использовать, тогда ничья зависть на человека влиять не будут. Люди ищут сами возможности пострадать. Именно поэтому красивая женщина выходит и говорит, ой, я так боюсь, что меня кто-нибудь сглазит, нужно как-то защищаться. Все, вы уже попали, вас обязательно сглазят, потому что вы этого ищите. И другая женщина говорит, а мне все равно вообще, на нее ничего влиять не будет, никто ее никогда не сглазит.